Здравствуйте! Новости 24 в эфире. Прививайтесь, пока не поздно. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, сейчас самое время позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа. Эпидемия, по прогнозам медиков, может начаться в конце ноября-начале декабря. Но сезон простудных заболеваний уже начался. Порог заболеваемости по ОРВИ превышен. Наступление со стороны простудных заболеваний медики призывают встретить во всеоружии. А уж что касается гриппа, то в этом деле убеждают врачи, нет ничего более надежного, чем прививка. Специалисты просят воронежцев прививаться активнее. Ведь в этом году у нас снова ожидают коварный вирус АН1Н1. Он по-прежнему не до конца изучен. В 2009 году впервые за последние 35 лет появился новый вирус гриппа. Это тяжелое клиническое течение, заболевание, которое характеризовалось появлением большого количества больных пневмониями. И, к сожалению, мы в эти два года теряли больных от постгрипозных пневмоний. В прошлом году в области было зарегистрировано 13 смертельных случаев от осложнений гриппа. Двух из них умерли дети. Ни один из тех, кто умер, не был привит. Но кампания по вакцинации в городе стартовала, а воронежцы не спешат себя обезопасить. Прививки получили пока чуть больше тысячи человек. Не прививаются, не собираемся. Ребенка привили один раз мы. После этого она болела очень сильно. Нет, не прививалась, и детей своих прививать не буду. Я очень много информации читала в интернете, что прививки очень пагубно влияют на дальнейший иммунитет детей. У меня трое детей, я их не прививаю. Лучше всего народные средства. Потому что прививки эти, в очень многом было случаев, что они отрицательно действуют. За полчаса, проведенной на улице, наша съемочная группа не встретила ни одного, желающего сделать прививку. Между тем, как говорят врачи, именно сейчас имеет смысл заняться такой профилактикой. Стопроцентной защиты от гриппа вакцина не гарантирует. Но бороться с инфекцией организму будет легче. Наталья Горохова, Валерий Бобкин, Новости 24. 60 килограммов семян мака и маковой соломки изъяли сотрудники наркоконтроля у жителя Батурлиновского района. Он организовывал поставку наркосодержащей смеси из Москвы в Воронежскую область. Утаить имена мака от оперативников у 28-летнего жителя Батурлиновского района не получилось. Хорошо упакованную смесь нашли в гараже. Наркотические средства мужчина закупал в Москве и на автомобиле перевозил в Воронежскую область. Будучи работая в городе Москве, выяснил, где можно взять наркосодержащую смесь, ну и потом организовал поставку сюда. Сейчас мероприятие проводим и совместно с московским управлением по выявлению, откуда эти семена и как они поставлялись к нам. Вместе с жителем Батурлиновского района наркополицейские задержали еще трех человек. У них изъяли около 140 тысяч рублей, предположительно вырученных от продажи наркотических средств. Организованная группа, она занималась как избытом наркосодержащими смеси наркозависимым лицам на территории Воронежской области, в ряде районов, в частности в Новохоперске, в Батурлиновском, в Таловском районах. И с последующим изготовлением из этой смеси наркотика и употреблением их на притонах. В отношении всех четырех задержанных возбудили семь уголовных дел. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Елена Тимонова, Валерий Бобкин, Новости 24. Городской бюджет снова скорректирован. Сегодня депутаты Гордумы на очередном заседании распределили 123 миллиона дополнительных доходов. В основном добавочные средства направлены на социальные статьи. Корректировка бюджета стала главным вопросом очередного заседания городского парламента. Доходная часть бюджета увеличена на 123 миллиона. Из них 110 миллионов – это прогнозируемое поступление от продажи муниципального имущества и 13 миллионов – от оказания муниципальных услуг. С учетом дополнительных доходов произведено перераспределение и расход на части бюджета. Добавочные средства решено направить по самым актуальным для воронежцев направлениям. К примеру, на оздоровление муниципального транспорта выделено 80 миллионов. На развитие зеленых зон, парков и скверов – свыше 17. Традиционно не осталось без внимания и социальная сфера. Дополнительные средства были выделены по статьям образования. Чуть более 22 миллионов рублей здравоохранения, 32,5 миллиона рублей, 4,5 миллиона рублей спорт и физическая культура. Особо председатель городской думы отметил корректировку внутри статьи образования. 78 миллионов рублей, полученных в виде субвенций из вышестоящих бюджетов, направлены на увеличение фонда оплаты труда работников образовательных учреждений. Александр Ивченко, Андрей Сулодов, Новости 24. В Воронежской области заключенные смогут пообщаться с близкими в форме видеосвидания. В ближайшее время в нашем регионе установят специальные терминалы. Эти и другие новшества были представлены сегодня на выставке в рамках Международной конференции «Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы-2011». В этом зале собрали, пожалуй, все технические новинки в уголовно-исполнительной системе. Здесь и рентгенографический сканер, позволяющий более детально провести досмотр, и современные комплексные системы, обеспечивающие безопасность объектов, и датчики слежения, способные зафиксировать любую попытку побега. «Камеры не конкурент вот этим приборам. То, что камеры не видят в туман, значит, могут видеть инфракрасные камеры, но очень дорогие. Камеры не могут видеть проливные дожди, снегопады и так далее. Эти приборы всесезонные, всепогодные, они работают при любых условиях». Еще одно из новшеств, внедряемых в исправительных учреждениях – видеосвидания. Специальные терминалы позволят заключенным общаться с родственниками. Эта система уже действует в ряде регионов страны. В Воронежской области она должна появиться в декабре. Вообще, и это отметили иностранные участники конференции, уголовно-исполнительная система Российской Федерации заметно изменилась. Она все больше соответствует европейским стандартам. «Технические средства обеспечения безопасности – это только часть системы. За всем этим стоят люди, и этих людей нужно обучать, нужно направлять соответствующим образом. А техника лишь входит в сложную систему общественной безопасности». Международная конференция в Воронеже продлится два дня. По окончании встречи планируется подписать соглашение о сотрудничестве с иностранными коллегами. Анастасия Ермакова, Евгений Адамов, Новости 24. В райцентрах Воронежа стартовали зональные игры турнира по мини-футболу на Кубок памяти Константина Еременко. В Новохоперске за трофей борются 11 любительских команд. «Турнир на Кубок памяти Константина Еременко по мини-футболу среди ветеранов спорта в нашем регионе проводится впервые. Свои команды на соревнования выставили почти все районы области. Это больше 200 участников старше 35 лет». «Цель этого турнира заключается в том, чтобы собрать все команды, всех ветеранов, дать им второе дыхание, чтобы они между собой встретились, здесь увиделись, набрались положительных эмоций, поиграли в хороший, красивый футбол, в хорошем зале». «Хотелось бы, конечно, чтобы такие соревнования проводились каждый год. В принципе, общение среди людей я очень приветствую, а общение среди спортсменов вообще незаменимая вещь». В Новохоперске, кроме хозяев, играли команды Таловского, Аннинского, Грибановского и Бутурлиновского районов. Зональные этапы прошли в Лисках и Россоше. Матчи пройдут в других райцентрах. Турнир проводится по инициативе и силами общественной организации «Наше общее дело». Финал соревнований и награждение победителей состоится в Воронеже в конце ноября. Мария Скорикова, Новости 24. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам к этому часу. Телефон нашей редакции 271-21-62. Будут новости, звоните. Я же на этом прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Всего вам самого доброго.